Давайте с вами посмотрим, что представляет из себя типичный онлайн-курс. Большинство онлайн-курсов разбиты на блоки или учебные недели. Эти недели обычно идентичны календарным неделям и включают 7 дней с понедельника по воскресенье. Правда, в некоторых случаях неделя может не соответствовать календарной неделе и начинаться, скажем, в субботу и заканчиваться в пятницу. Но такое бывает редко. Недельный блок обычно охватывает какую-то тему курса и имеет свои промежуточные цели и задачи. На каждой неделе есть задания или шаги, которые необходимо будет выполнить. Скажем, нужно прочитать три главы из учебника, просмотреть несколько видео-лекций, ответить на соответствующий вопрос учебного форума и сдать недельный тест самопроверки. В каждом курсе есть описание или учебный план. В отличие от традиционных курсов, это электронный документ, и в нем могут содержаться гиперссылки на файлы с более подробным описанием заданий, скажем, что нужно прочесть или какие работы нужно написать. Поэтому внимательно изучите этот документ. В нем описаны цели и задачи курса, что ожидается от студента и в какие сроки, что необходимо прочитать, какие нужно будет написать работы, как участвовать в учебном форуме, какая система оценивания за этот курс. Ознакомившись с этим документом, а также с расписанием курса, вы сможете начать планировать свое время и отметить соответствующие даты и сроки в своем личном календаре. Прежде чем начать обучение, убедитесь, что вам удается загрузить все материалы, упомянутые в описании курса. Получается открыть все учебники и просматривать видео лекции. Если у вас возникли вопросы во время чтения, описания или расписания курса, задавайте их ведущему курса сразу же. Не теряйте времени, чтобы вам все было максимально ясно прежде, чем вы непосредственно приступите к изучению самого курса. Практически в каждом курсе есть раздел, в котором содержится информация о преподавателе. С этой информацией также желательно ознакомиться до непосредственного начала изучения материалов курса, чтобы иметь представление об опыте и служении преподавателя. Во многих курсах первый форум, в котором вам предложат участвовать, это форум «Расскажите о себе». На нем вы можете рассказать о себе преподавателю и другим участникам курса. Не только напишите о себе, но и поприветствуйте других студентов. Будет здорово, если у вас получится наладить общение со студентами. Может, с кем-то из участников курса у вас схожий интерес, и вы сможете приобрести хорошего друга в процессе изучения курса. Если у вас возник вопрос, то велика вероятность, что такой же вопрос будет волновать кого-то еще. Поэтому в большинстве онлайн-курсов есть специальный форум, чтобы студенты могли задать вопрос преподавателю или ведущему курса. Этот форум может называться «Задайте вопрос профессору» или «Вопросы ведущему курса». На этом форуме вы можете задать вопрос, обсуждение которого будет полезно всем студентам. К примеру, вы можете уточнить, сколько слов требуется написать в итоговой письменной работе. Прояснить какой-то вопрос на форуме или выяснить, что следует ожидать, если какое-то задание вы не выполните в требуемый срок. Так как обсуждаемые здесь вопросы видимы всем участникам курса, то не следует задавать здесь вопросы, которые относятся только к вам и содержат личную информацию. С личными вопросами лучше обратиться к ведущему курса напрямую по электронной почте или отправив ему личное сообщение. Задавая вопрос по содержанию курса, убедитесь, что вы достаточно внимательно изучили этот раздел курса, и ответ на задаваемый вами вопрос не лежит на поверхности. Если преподаватель получит вопрос, ответ на который очевиден, то у него возникнут вопросы о вашем усердии в изучении преподаваемого материала. Также задавая вопрос, будьте вежливы и конкретны. Сравните вот эти два письма с вопросом преподавателя. В первом письме содержится недостаточная информация для преподавателя. Он не знает, о каком курсе идет речь, и какой студент задает ему вопрос. И даже если он сможет понять, о каком задании идет речь, непонятно, что в этом задании вызывает затруднение у студента. Скорее всего, у преподавателя не сложится позитивное мнение о таком студенте. А теперь посмотрите на второе письмо. Студент обращается к преподавателю надлежащим образом. Уточняет, какой конкретно курс он проходит и на какой учебной неделе сейчас находится. Он старается как можно лучше сформулировать, в чем у него затруднения. Он благодарит преподавателя. Сообщает ему не только свое имя, но и фамилию, чтобы преподавателю было легче понять, кто к нему обращается. У преподавателя создается впечатление, что студент серьезно относится к обучению. За очень малым исключением практически во всех онлайн-курсах есть обсуждения на учебном форуме. Можно сказать, что форум – это сердце онлайн-курса. Студенты должны обсудить один или два вопроса на учебном форуме каждую неделю. От студентов ожидается, что они поделятся своими мыслями, выразят свое понимание вопросов, а также прокомментируют какие-то сообщения других студентов. В большинстве курсов общение между студентами происходит именно на учебном форуме. Вы не всегда будете соглашаться с позицией других студентов. И часто преподаватель намеренно будет создавать напряжение в обсуждении, чтобы вы могли посмотреть на тот или иной вопрос с разных сторон. Как бы там ни было, необходимо придерживаться определенных правил на учебном форуме, чтобы сохранять хорошую атмосферу в курсе в духе христианской любви. Также в большинстве онлайн-курсов на учебном форуме студенты могут начать новые обсуждения, задав свой вопрос, чтобы другие студенты или преподаватели могли на него ответить. Для этого в курсе может быть выделен и отдельный форум, который может называться, скажем, студенческий форум или задай свой вопрос. Участие в таком форуме не обязательно, но это хороший способ разрешить какой-то вопрос, ощутить поддержку других студентов и даже найти друзей. Практически во всех курсах есть лекции. Обычно это записанные на видео или аудио лекции, которые вы можете просмотреть или прослушать в удобное время. Но это могут быть и вебинары, видеотрансляции лекций, которые проходят в определенное время, и это требует вашего присутствия. Но так как онлайн-курсы спроектированы с учетом нужд студентов, такие трансляции, даже если они есть в курсе, потом можно просмотреть в записи. Как бы там ни было, очень важно, чтобы вы просмотрели все лекции. Обычно после просмотра лекции вам нужно либо представить конспекты лекции, либо ответить на несколько вопросов. Почти в каждом онлайн-курсе есть раздел, который называется «Новости и объявления». Здесь ведущий курс может размещать информацию, с которой нужно знакомить всех студентов. Это могут быть пояснения к выполнению того или иного задания, изменения в расписании, ссылки на дополнительные материалы, которые могут быть полезны всем студентам. От студентов же ожидается, что они будут просматривать все новые объявления на курсе. Практически в каждом курсе есть одно или несколько письменных заданий, вдобавок к участию на форуме, к тестам и экзаменам. Нужно либо написать итоговую письменную работу, либо сдать отчет по чтению, либо выполнить иное задание. Описание заданий обычно выделено в специальном разделе «Курс». Ознакомиться с письменными заданиями по курсу лучше всего в самом начале курса, чтобы планировать свое время, убедиться, что вам понятно, что необходимо написать. Если возникают вопросы по поводу задания, лучше всего обратиться с вопросом к ведущему курсу. Если от вас, как от студента курса, требуется, чтобы вы сдали тест или экзамен, это будет указано в описании курса. Также в самом курсе будут соответствующие ссылки. Часто курс построен таким образом, что вам нужно будет сдать тест после каждой учебной недели. И только в том случае, если тест сдан успешно, вам откроются элементы следующей учебной недели. Тесты нужно сдать за определенное время. Причем обычно дается несколько попыток. В случае, если все попытки использованы, а вы так и не набрали необходимый процент для доступа к следующей неделе, вам нужно обратиться к ведущему курсу. Итоговый экзамен обычно более сложен, чем недельные тесты. И желательно повторить учебный материал перед его прохождением. В большинстве онлайн-курсов вы найдете раздел с основными материалами курса. Это могут быть презентации, которые используются во время лекции, словарь определений терминов, конспекты к лекциям, рабочие тетради и так далее. Это те материалы, которые помогут вам в изучении курса. Обязательно используйте эти материалы в своем изучении. В курсе может присутствовать и такой раздел, как дополнительные материалы. Эти материалы помещены преподавателям в дополнение к основному учебнику. Изучение этих материалов не обязательно, однако может помочь вам глубже понять материал курса. Прежде чем приступить к изучению основных материалов курса, ознакомьтесь с тем, какие есть дополнительные материалы, чтобы в случае возникновения вопросов вы знали, что у вас под рукой. Итак, мы с вами рассмотрели основные элементы онлайн-курса. Я надеюсь, теперь вы лучше представляете, что представляет из себя онлайн-курс. Далее мы с вами перечислим практические советы, которые помогут вам в обучении онлайн.